Всем привет, с вами Андрей или же Иной, и сегодня мы посмотрим игру Potion Permit. Ну что значит посмотрим? Скорее всего мы начнем прохождение и будем его усиленно проходить. Я уже играл в эту демку, на этом канале вы можете ее посмотреть. Игра мне понравилась, будем варить зелье из разных ингредиентов, добывать ресурсы, а потом анализировать болезни у разных наших жителей деревеньки и подбирать подходящее зелье. То есть все, так сказать, довольно интересно. Практически стеревелью, ну или что-нибудь такое, то есть деревушка, и мы там ходим и покоряем всех сердца. Ну что ж, у меня даже есть сохранение, я думаю даже можно его просто взять и продолжить. Это будет правильно, потому что зачем перепроходить то, что уже было пройдено? Правильно? Правильно. Добро пожаловать, нечего исследовать. Какие у меня задания-то есть создать? Хм, обеззараживающее зелье, успокаивающая мазь, гель для ран. Это все. Создай пять раз, чтобы открыть. Хм, сиреневая вода. Карта. Ну-ка, выйдем. Так, иной. Иной. Уру, вернулась. Мы отвели ее в лечебницу. Хорошо. Лечебница, конечно, выглядит, крашу в угроб кладут. Скорее, иди за мной. Пошли, пошли. Так я же вроде ее лечил. Или сохранилась не в том моменте, где я ее лечил. Мэйр, иной. Вот она. Прошу, осмотри ее. Кто ты? И что ты здесь делаешь? Матео. Это иной. Зелевары из столицы. Иной. Это Матео. Знахарь Лумберии. Что все это значит? Меня что, хотят заменить? Вы пригласили человека из столицы? Матео, давай все обсудим позже. Сначала, будь добр, объясни, что же происходит с Ру? Болеет. Мы все еще не знаем, что именно с ней происходит. Я перепробовал все известные лекарства, но ничего не помогает. Иной, может, у тебя есть идея? Прошу, помоги моей дочери. Ща посмотрим. Ща все будет. Итак. Обследование. Меня тревожит шея. Итак. Если у пациента появился неизвестный симптом, нужно провести обследование. После успешного обследования ты узнаешь, чем болен пациент. Хорошо. О, обследовать. Нащупали, так сказать, больную точку. В этой мини-игре нужно вовремя нажимать элемент управления, когда символ попадает в квадрат. Нажав неправильный элемент управления или не вовремя, ты потеряешь прогресс. Результат мини-игры влияет на удовлетворенность пациента. Хорошо. Так. Вниз, да? Перфект. А, ну почти. Хорошо. Почти идеально. Ну все, я узнал все, что мог об этой болезни. Как минимум набрал рисочку. Так. Удовлетворенность не показали, сколько. Но, видимо, она растет. Как она? С ней все будет в порядке? Ну да, будет там, не знаю, когда-нибудь. Симптом солнечника? Хм. Да, это один из симптомов. Но ее болезнь куда тяжелее, чем мы думали. Хм. Знаете, что надо делать? Заплатить мне денег. Ты хочешь помочь? Я не позволю. Мы не будем давать трубе никакой химии. Но как же. Возможно, ей станет лучше. Иной. Прошу. Делай все, что считаешь нужным. Только помоги ей. Конечно, помогу. О. Ру все еще слишком слаба, Майер. Лучше бы нам довериться традиционным методам и не пытаться найти лекарства на стороне. Мы не можем предугадать, каким последствиям приведет употребление столичной химии. Хм. Что же делать? А вдруг это поможет? К тому же, иной может использовать для лечения ингредиенты только с нашего острова. Поступай, как считаешь нужным, дорогой. Ты действительно веришь, что все получится? Хм. Если что-то пойдет не так, цена будет непомерной. Ну, какое давление? Никакого давления. Сделай для нее все, что сможешь иной. Прошу. Конечно, сделаю. Конечно. Лазарет у вас. Дай боже. Стены протекают. Все разваливается. Создать лунный раствор. Ясненько. Побежали. Мне нужен лунный раствор. Конура пса. Почему ногс? Тебя не ногсом зовут. Ну, пускай. Так, создать. Лунный раствор. Мощное средство, убивающее бактерии и микробов, вызывающих солнечник. Так. Нужно... Что у нас есть? Есть у нас линия на три. О, лапка. Допустимые ингредиенты. Ингредиенты можно любые допускать. Хорошо. Теперь... Теперь два уголка бы мне просто найти. У меня только один такой уголок. земля. Втыкаем сюда. Маслица. Заполняем и вот этой травы. Готово сварить зелье? Да. Лунный раствор. Вот так вот просто делается различные зелья. Ну, сперва, конечно, нужно ингредиенты добывать местом в лесу. Но поскольку это сейв с демоверсии, то у меня уже все есть. У меня уже все есть. Я уже ко всему готов. Итак, быстренько. Ру. У меня... Так, лунный раствор. Нужно обработать солнечником. Забавно будет, если там у меня будут царапины какие-нибудь там, ссадины. Наверняка можно будет там щавелем каким-нибудь намазать, и все будет хорошо. Оп, вылечено. Удовлетворенность максимум. Лечение завершено. Бах. Готово. Удовлетворенность максимальная. Удовлетворил девку. Спасибо. Не терпится вернуться к папочке. Я твой папочка? Нет? Ну ладно. Ах, как ты посмел вылечить ее? Ру, милая, тебе уже лучше. Да, кажется. Хвала богам. Ру, моя милая, ты наконец-то поправилась. Ты точно хорошо себя чувствуешь, Ру? Да, мамочка, лучше не бывает. Благодарю тебя, Зеливар. Мне не о платном долгу. Я очень рад. А ты объясни, что именно было в бутылке? Наверное, это было нечто странное. Ру никак не могла поправиться так быстро. Да, ты нормально все было. Не сознаешься? Все с тобой ясно. Ничего, я тебя разоблачу. Тише, тише, Маттео. И на всего лишь помогает, Ру. Неужели мы не можем искать решения вместе? Это же Зеливар из столицы. Ты забыл, что они сотворили с островом? Да, тут была какая-то мега-трангедия несколько лет назад, когда Зеливар из столицы что-то изучал, изучал, а потом какая-то катастрофа биохимическая произошла, и все перестало расти, все очень плохо. В итоге Зеливаров выгнали, и местный захватил власть. Может быть, подстроил он, может быть, это вообще Зеливар просто что-то пытался сделать, спасти, кстати. В общем, странные вещи творятся. Разумеется, нет, но времена меняются. В конце концов, это я попросил о помощи. Ты слишком нетерпелив, мэр. Мы перепробовали все способы лечения, но они не сработали. И если подобные перемены улучшат жизни людей, кто я такой, чтобы сопротивляться? Ох ты, мэр какой, а? Слишком умный. Я разочарован. Если моя преданность для тебя пустой звук... Давай, моли столичного Зеливара поделиться мудростью. Только потом не беги ко мне за помощью. Иди, иди. Борщевиком там натираться он будет. Ничего, на самом деле он славный малый. Боюсь только, что не узлюбил тебя. Маттео у нас большой идеалист. Мэрель, можешь идти домой? Дадим Ру отдохнуть. Не-не, лучше ее заберите домой. Если она будет отдыхать здесь, она точно заболеет еще больше. Хорошо, дорогой. Поправляйся, милая. Да, мамочка. Я не уверен, что стены выдержат, крыша обвалится. Ру некоторое время пробудет в лечебнице, поэтому я прошу тебя присмотреть за ней. А я тем временем отправлю письмо во врачебную ассоциацию. Расскажу о твоих достижениях. Думаю, они будут рады узнать, что дело сдвинулось с мертвой точки. Хорошо. Скажите, чтобы меня забрали в столицу. Что ж, на сегодня это все. Скоро увидимся. Задание выполнено. 150 денег. Так, ты спишь? Ты спишь. Хм. Я вижу разных людей. Осман, мы за тобой наблюдаем. Следи за своим поведением. Так, песик. О, дог. Дог, это дог. Вот я вижу справа там рыбу какую-то. Так, только я... Ну-ка, ну-ка, не пускают меня. Могу ее половить? А, сесть не, сесть не надо. Требуется хорошая удочка и суперчервяк. Уху-ху-ху-ху-ху-ху. Нет, суперчервяка у меня нет. Итак, посмотрим на нашу миленькую деревеньку. Городская площадь Люберия. Дом Сяо. Рыбное место на пляже. Кафе Амара. Тут рыбное место в парке. И тут как будто бы я уже могу ловить рыбу. А, первое место, второе место, третье место. Хорошо. Есть еще Дикие территории. Так, ну-ка, журнальчик открыть. Заданий нет. Сведения. Всякие грибочки. Травушки. Их тут много, видимо. Другое. Липкое желе. Ммм, вкусняшка. Споры. Бесвкусный древесный сок. Горький древесный сок. Любой сок, который он добыл, он попробовал. Настоящий экстриминалист. Так, где самое последнее-то сообщение? Почему тут все еще остается? Это вот один. Меня тут ничка, может быть, смущает. Ладно. Видимо, это что-то, чего я не знаю. Ну-ка, отправимся-ка мы в восток зеленых угодий. Давай. Зеленые угодия. Надо же вот добывать ресурсы. Так, чем я машу? Серпом? Не, серпом. Топором не добывать. Камушек. Вот, камушек пошел добывать. Хорошо. Ну, шуча. На. Слизь. Дубинушкой. А. Это тоже враги. Умри. Ну-ка, дерево, если не хочет добывать. Серпом тоже не хочет. Ну, хорошо, деревом. Давай. Руки. От этого зависит здоровье наших клиентов. Рыбочек. Рыбочек. И цветы. Разные инструменты, разный результат. Мне, конечно, надо улучшать эти инструменты. Так, горький древесный сок. Хорошо. Некоторые вещи можно одними и теми же инструментами бить. И добудется разное. Добываем руду. Ну и дерево нам тоже нужно. Так. Надо куда-нибудь зайти. Вот в какие-нибудь интересные места. О. Грибок. Умри. Что-то он умер. Прям. Базилик. Вот базилик звучит как полезное растение. Так что его надо будет собирать. А потом мы просто пойдем. О. Так, это когда мега-руда. Не на мега-руда, но как-то просто, просто обычного камня мне дали. Давай, добивай, добивай их всех. Еще базилика. Хорошо. Очень хорошо. Я пытаюсь слиться с природой. Так, больше грибов. Так, что это? Хлопок какой-нибудь. Жасмин. Давай его сюда. Так, ты что, гриб? О. На. Умри. Отдай мне свою лапу, медвежий. И мед свой отдай. А тут тоже мне. Так. Большое такое. Мощное дерево. Рубим его. Это явно дерево непростое. Безвкусный древесный сок. Ну, в принципе, тоже нормально. Просто палочки. Моя энергия начинает падать и уменьшаться так. Грибочек. Гриб. Ну, прям, прям гриб. Гриб, как гриб. Хватит у меня и на это дерево. Хватило. Ну что, думаю, можно и отправиться домой. Телепортация не так. Телепортироваться надо. К флагштокам. Требуется ремонт. Ладушки. Ложимся спать. Пойти спать? Да. Суббота, 6 утра. Ах, хорошо как. Кто-нибудь заболел? Нечего исследовать. Обставить. Не, обставлять. У меня все устраивает. Хм, создать. Можно было обеззараживающую, успокаивающую мазь. Синяки, сыпь, липкая кожа, сиреневая вода. Звучит-то как мощно. Рецепт. Создать 5 раз, чтобы открыть какое-то там описание мощное. Ладно, пока мы не будем думать. Так, ок. Доброе утро. В ратуше ждут люди из врачебной ассоциации. Они хотят что-то обсудить с тобой. Ага. Хорошо. Прошу, следуй за мной. Ты меня телепортируешь? Телепортировал. Неплохо. А вот и ты. Не ожидал я, что ты вылечишь дочь мэра так быстро. Молодец. Признаюсь, мы были приятно удивлены. Я собрал вас здесь, чтобы кое-что обсудить. Это и так ясно. Что именно от нас требуется? Как вам известно, вашему Зеливару удалось вылечить мою дочь. И я осознал, что случившееся сру могло произойти с любым из горожан. Наши знания весьма ограничены. Вот почему я решил, нам нужен такой человек, как ты, иной. Нам бы очень пригодились твои знания. Возможно, это слишком. Но я бы хотел просить вас, пусть иной останется с нами еще на какое-то время. Мы бы могли обменяться опытом. Каким вы опытом могли со мной обменяться? И таким образом укрепить отношения между Лунберией и столицей. Да-да-да, конечно оставлю. Конечно, наша ассоциация будет рада оказать поддержку. Думаю, такое сотрудничество будет выгоднее всем. Нашей основной задачей всегда было помочь как можно большему числу людей. Иной может оставаться здесь сколько понадобится. Ура! Такие все довольны. А я? А я такой как бы просто, неважно. Спасибо. Без меня меня женили. Я официально разрешаю представителю врачебной ассоциации проживать и работать в Лунберии. Ура! А я, как посланник врачебной ассоциации, поручаю тебе иной с этого дня помогать жителям Лунберии. Я возлагаю эту нелегкую ношу на твои плечи. Ты уж постарайся. Ого! Поздравляю! Давай ты останешься Колин, а? Нет? Не хочешь? Ну ладно. Я припомню вам это все. Раз уж все решилось, мы пойдем. Нужно успеть на поезд. Ха-ха-ха. А тебе не надо никуда торопиться. А еще написать отчет об этом событии. Хм. Пожалуй, длинный получится отчет. Оставлю до тебя, Мойра. Ох, они даже ленят с отчетами написать. Вообще. Хватит, Колин. Это же твоя работа. Что за ребячество? Оставьте споры, вы оба. Нам уже пора. Удачи тебе иной. Не подведи нас и весь Лунберии. Ты еще угрожать начни, а? Что ж, поскольку теперь ты официально живешь здесь, пора обсудить дальнейшие действия. Какие дальнейшие действия? Я очень ценю помощь, оказанную тобой, Ру. Мы с супругой никогда этого не забудем. Мой долг – защитить Лунберии от подобных заболеваний и без перемен тут не обойтись. Однако, как ты видишь, тебе не доверяют. К сожалению, не всем жителям по нраву такие, как ты. То есть, люди из столицы. Но если мы хотим развить нашу медицину, то и с отношением горожан придется поработать. Переубедить их будет непросто. Некоторые бывают упрямыми, но, уверяю тебе, они хорошие люди. Почему бы тебе не представиться им? Можешь прогуляться по городу. Уверен, как только жители узнают тебя лично, то сразу подобреют. Хорошо, конечно же, погуляем. Доверие показывает, как к тебе относятся жители Лунберии. Значок палец вверх указывает, что жители тебе доверяют. Если появится значок палец вниз, отношение жителей изменится. Они не будут с тобой разговаривать, и ты не сможешь активировать события в городе. Печально. Если очки доверия, можно получить за успешное лечение жителей. Если помощь не оказана, очки теряются. Хм... Мэйр, что скажешь? Меня зовут Мэйр. Легко запомнить, ведь я еще и мэр. Ха-ха! Не терпится увидеть, какие зелья ты для нас сваришь. Самые... Самые четкие зелья. Самые четкие. Ну что, Сяо? Зельевар, чем могу помочь? Я Сяо. Занимаюсь просьбами горожан. Ради твоего удобства я буду вывешивать их перед ратушей. Вот это неплохо, вот это ты неплохо придумал. Сейчас недоступно. Хорошо. Сейчас недоступно. Сколько же всяких вещей заблокировано? Хм... Карта. Карта мне не помогает. Хорошо. Мэйр хочет, чтобы местные подружились с Зельеваром. Для начала можно поздороваться с жителями. Представиться с жителями? Два из десяти. А, ну вот я уже с двумя познакомился. Это вот как раз... Как раз вот в мэрии всех, кто жил. Хорошо. Куда идем? Дверь закрыта. О! Прямо сразу. Отелье, шелковая нить. Магазин из руды. Трактир. Так. Если куда-то хочешь идти познакомиться, иди в трактир. Хотя-то, наверное, вечер надо приходить. Возможно, днем они не работают. Но попытаться-то так. Открыто с десяти до двадцати четырех. Сейчас утро, да? То есть, нифига, открыть. Ну, хоть кто-то тут есть. Бармен. Никого. Полицейский участок. Ладно, с ментами познакомлюсь. Они же там... За покоем нашим следят. Дверь закрыта. С восьми до двадцати. Ну, давай, десять минут. Открыть. Вот. Полицейский участок. Хм. Подозрительно это все. Кто-то переставил наши... Книжки. Эй, это же ты. Что? Это я. Есть минутка. Неловко об этом говорить. Но нам бы не помешала помощь в уборке. Поэтому я ищу помощника. Видишь вон там доску? Да, доску вижу. Если вдруг захочешь помочь, впиши туда свое имя. Не беспокойся. Мы вознаградим тебя за труды. Если у тебя есть свободное время, можешь подрабатывать в полицейском участке, церкви или на почте. Подработка занимает два часа. За нее ты получишь награду. Ха. Так. Полицейский где-то. Рассортировать предметы в полицейском участке. Подработка... Так, давай подработаем. В эту мини-игру можно сыграть, подрабатывая в полицейском участке. Цель игры – развратить предметы по категориям за отведенное время. Если ты ошибешься от категории, то не получишь очки. Так, три, два, один. Понеслась. А! Налево, налево, направо, налево. Ну, в смысле... Пошло, пошло, пошло. А! А! Сортировочка, сортировочка. Все, я выполнил. Точно. Полные бутылки налево, пустые, направо. Счет 20-20. 125 денег. Ну, хоть какие-то деньги заработал. Так, мужик, давай познакомимся. Зелевар. Я Осман. Комиссар полиции. Помни, я слежу за тобой. А, хорошо. Приятно, когда за тобой присматривают. Так, что у нас здесь? Конюшня. Там есть какой-нибудь конюх? Лошадка есть. Лошадка есть, а конюха нет. Что у нас еще по картам? Дом Османа, дом Новы. Дом Оливии. Дом Дерека. Монастырь. Так, давай переместимся сюда. Тук-тук-тук-тук-тук-тук. И пойдем навещать разные монастыри. Так. Ох уж эти 3D уровни. Открыть. Магазин Труды из Руды. Ха, тебе что-то нужно? Гертруда такая. С молоточком. Я здесь хозяйка. Хм. Знаю, знаю. Беспорядок бывает. Если тебе нужно улучшить инструменты, я могу за это взяться. Конечно, тебе нужно будет принести мне материалы и оплатить расходы. О, тут народ это. Хильтруда. Хей, ты, значит, Зеливар? Думала ты больше. Я Хильтруда. Будущая легенда кузнечного тела. Приятно познакомить. Отмар. Отмар говорить привет. Отмар не любить Зеливара. Лина тоже. Отмар. Отмар суровый. Сегодня отмар ловить рыбу. Поговорили. О. Подарить. Подарить не знаю что. Подарить нечего. Так, ну как Гертруда. А, это ты. Что нужно? Я Гертруда. Наверное, тебе приходилось слышать о моих кузнечных изделиях. Так, Гертруда. Поговорить. Радуйся, если топор затупился. Значит, ты используешь его по назначению. Оп. Немножечко радости добавилось. То есть, надо с ними говорить там, не знаю, по многу-многу раз. Так, Гертруда. Поговорим. Так, куда делись мои инструменты? Тебе не попадались? Оп. Ну, что ж. Немножко дружимся. Немножко говорим. Так, ну-ка. Тап, купить. Железный серп. Этот серп прочнее и ускоряет сбор. Ох, тут нужно 900 денег. Почти все мои деньги. Это как бы суровенько. Увеличивает здоровье. Повышает максимальный запас здоровья. Так. 100 бревен. 200 камней. Хо-хо-хо-хо-хо. Повышает вместимость котла в лаборатории. Вот это, наверное, надо прям первым делом делать. Хм. Ясно-понятно. Так, где тут монастырь сверху? Отелье шелковой нить. Так, а, ну да. Тут же лестница. Отелье шелковой нить. Опачки. Тут люди, оказывается, еще бывают. Хм. Прям кто что. Ой, я прошу прощения. Я просто глазам своим поверить не могу. Ты выглядишь так скучно. Хм. Что ж, добро пожаловать в отелье шелковой нить. Ах, дорогуша, мода здесь все же не такая, как в столице. Ткань у твоей одежды отличная, но от изящества немного не хватает. Я по природе оделся. В зелененькой шотой прям. Да, ты со мной говоришь? Разумеется, в этой гадкой столице совсем не учат манерам. Меня зовут Нова. Могу исправить твою странную прическу и наряд. Хотя на это уйдет немало усилий. Ну, спасибо. Поговорим. У тебя очень своеобразный стиль. Разумеется, ты из другого общества. И все же это чудовищно. Эээ. Ну, ну хотя бы немножко поговорю. Подарить нельзя ничего. Может, у меня просто еще нет возможности ничего дарить. Хм. Так, дорог, ты что, почтальон? Смотрите, кто тут у нас. Столичный изгой. Учти, я, Дерек, неусыпно слежу за каждым твоим шагом. Дерек, давай поговорим. Ты утверждаешь, что хочешь помочь? Как же, думаешь, я так легко поверю? Ну, хотя бы немножечко ты... Постепенно ты ко мне оттаешь. Я надеюсь. Дом Дерека. Нет, давай мы не пойдем к Дереку. Тоже, видимо, местный мент или почтальон. Бабочек можно ловить? Не сейчас, во всяком случае. Открыть. Монастырь. Так, монастырь открыт всегда или он... Где люди? Службы нет. Видимо, видимо, я опоздал. Что тут у нас? Церковь. Так, что какая разница между церковью и монастырем? Церковь там... Что? О! Монашка. Сацелия. О, привет! Можно попросить тебя о помощи? Какой помощи? Я... Я давлю виноград. Честно говоря, мне это так нелегко дается. Я пыталась найти кого-то в помощь, но пока не преуспела. Может, выручишь меня как-нибудь? Конечно, выручу. Отлично! Можешь в следующий раз записать свое имя на доске возле входа. Ну, хорошо. Как обычно, подработка два часа. И, конечно же, я в долгу не останусь. Хм... Так, где ты, во-первых? А, вот ты. Надо сперва с тобой поговорить. Здравствуй! Я сестра Сацелия. Как я понимаю, жители Нбери не слишком тебя жалуют. Не волнуйся, наша церковь открыта для каждого. Так, поговорим. Как поживаешь, Зеливар? Ты знаешь, что молитва изгоняет из души темную энергию? Ну, теперь знаю. И немножечко с тобой подружимся. А если я еще подработаю, проверить. Давить виноград. Давить. В эту мини-игру можно сыграть, подрабатывая в церкви. Цель игры – раздавить как можно больше винограда за отведенное время. Чтобы лучше давить виноград, меняй скорость пресса. Ага. Так, три, два, один, гоу. Так. Давай, 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 давай. Давай, 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 давай. Десять. Готово. Надо там проявить уважение. 125 денег. Ну, хорошо, деньги потихонечку идут. Надавил. Я думал, буду ногами давить, но нет. У нас тут современный мир, поэтому соковыжималка. Так, как у нас по времени? Еще с одним жителем познакомиться. О, ты подойдешь. Виктор. Зильевар? Я Виктор. Чем могу быть полезен? Хе-хе-хе-хе-хе-хе. Постой. Кенни проникся к тебе симпатией. Кенни, не видишь его? Разумеется. Хе-хе-хе-хе-хе. Первое знакомство. Посети Радушу. С 8 до 15 часов. Ну, уже на сегодня, видимо, закончится. Как думаешь? Не стоит? Ну. О, привет, Зильевар. С кем я говорю? С Кеннием, моим призрачным другом. Хе-хе-хе-хе. Хе-хе. Опасно. Звучит опасно. Так. Ну, я понимаю, что на сегодня все самое ценное. С народом пообщался. Ай. Мне надо было все-таки подобывать ресурсы. Особенно там деревьев тысячи. И камни 800. О, железная руда. Железная руда мне пригодится. Я не вина, а то он сам подходил. И с него еще ничего не выпадает. На. Это потому что я его топором бью? А если дубиночкой? Да, дубиночкой. О, ай. Если дубиночка, то из него слизь выпадает. Это ваш. Так, ты хочешь покушать? Так. Подожрать. Док. Погладить. Покормить. Покормить. Грибочки. Хочешь грибочки? О. Хочет грибочки. Молодец. Хороший песик. Надо заботиться о братьях наших меньших. Интересно, сколько у меня инвентарь. Ингредиенты. Съясное зелье, важные предметы, зеленые угодья. Старый документ, посвященный эксперименту, который много лет назад проводили в зеленых угодьях. Мне, доктор Сэмэлю, поручено возглавить исследование это место. Ну да. Разнообразность флора здесь. Ингредиенты. Съясное зелье. А где всякие доски? Уже темнеет начинает. Ничего. Топором рубил, в принципе, тоже мне дали слизь. Тихо, тихо, тихо. Слышь, медведь. Сперва ударил, а потом сваливает. Нет, так не работает. Дай лапу. Для хорошего зелевара нужно хорошая подготовка. Так что рубим лес, что аж трепки, щепки летят. Вот так вот, все это мне. На, сокрушить. Тихо, давай, подходи ко мне. Мелисы. Тихо, тихо, тихо. Вот там какая-то мега трава. А как туда попасть? А вот не знаешь. Вот теперь можно, наверное, и телепортируется домой. Переместиться. Лаборатория. Все, пойти спать, пойти спать. Шесть утра. Ух, у меня еще даже хватит времени забежать. Куда-нибудь поработать. Первое знакомство. Ну-ка, полиция работает с самого утра или она ленится? С восьми до... А, две закрыты. Тоже вот. Нет бы кому-то работать. Так, ты кто такой, Хелен? Привет, дорогуша. Я Хелен. Если любишь игры, приходи в игровой зал. Хе-хе-хе. Так, Хелен, давай пообщаемся. Поговори. Привет, солнышко. Нравится наш город? Так. Отлично. Так, стоять. Пацаны. 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 Вы прям... Не хотите со мной общаться, да? Осман. Листитель порядка всегда должен строго соблюдать дисциплину. Я не могу позволить себе расслабиться. Ну, ты молодец. Чувствую, что ты прям хороший человек. Так, там рыбное место. Где-то, где-то оно там находится. У меня еще есть часик. Так, а ты что качаешься, Гертруда? Чтобы расти как личность, нужно приучить себя к дисциплине. Не ленись. Правильно. Наш кузнец, меньшего от него и не ожидалось. Простая удочка и червяк. Ничего этого у меня нет. Походим пока. Что у нас здесь? Дом на века. Видимо, первые, как говорится, два часа, когда проснулся, можно просто заниматься зельеварством. Или наоборот, там, фармом ресурсов. Но уже... Ах, уточки такие. Может ли как-нибудь встать сюда и уточек покормить? Видимо, нет. Так. Дверь закрыта. Что значит закрыта? Давай, предположим, вот переместиться. Теперь там наверняка работает все. А то смущать его. Закрыто по воскресеньям. А сегодня воскресенье. Дэв, давай поговорим. Здравствуй, зельевар. Меня зовут Дэв. Я служу в Ратуши. Я единственный почтальон в городе. Так что мое имя стоит запомнить. Конечно. Иногда я становлюсь совершенно другим человеком. Эээ, что? Может, с виду работа не сложная? Но быть подточленным совсем непросто. Оп, хорошо. Дом Сяо. Интересно, этот надо засветить, чтобы телепортировать свой меч. Пойдем-ка налево сходим. Нова, у тебя очень своеобразный стиль. Разумеется, ты из другого общества, и все же это чудовищно. Ладно, ладно, давай. Раз двадцать к тебе подойду. И тогда, наверное, ты ко мне орастаешь. Так, что тут? Ничего нет? Никого нет? А, вот они бревна у меня. Справа вверху где-то золото, бревна 118, камни 78. Так, врываемся в дом, а тут никого нет. Что у нас здесь за домик? Дом Ханны. Тоже, видимо, нехорошо. Так, собачка хочет есть. Дога. Ты прям замученный такой. Покормить. Держи. Оп. О-ка. Погладить. Хороший пес. О. Молодец. Так, активируем. Вот, открытая точка перемещения. Очень хорошо. Давно пора. Так, что у нас здесь? Вы кто такие? Кафе Атмара с 15.23. Среда, четверг, суббота. О чем говорим? Да, Атмар любит кукурузу. А, это для Лина. Я попрошу Йорну дать рецепт. Так, Марта. Привет, иной. Ой, забыла представиться. Я Марта. Жители Лумберии не злые. Не волнуйся. Со временем они к тебе привыкнут. Атмар стараться делать хорошо. Уходи. Ладно, Атмар. Мы с тобой тоже подружимся. Так, Марта. Привет, иной. Сложно, наверное, учиться на Зеливара. Ну, хорошего тебе дня. Оп. Потихонечку, помаленечку. Другую тренировать надо. Так, куда это я пришел? О. Куда ты пришел? Йо-хо-хо! Новый матрос! Ты как? Дитя суши? Или удочка знакома? Вообще без понятия. Ха! О чем это я? Хм. Хороший план. Вот почему столичные коки рыбу у нас покупают, да? Самим-то никак. Ну, наверное, я Зеливар. Держи подарок, Юнга. Хоть воду попробуешь. Запомни, чтобы ловить рыбку нужна хорошая удочка и приманка. И не стесняйся. Заплывай, если еще что понадобится. Ух. Веселое тут у тебя местечко. Попутного ветра тебе, а я пойду. Лина. Ты морячка, я моряк. Так, червяк, удочка. Получше. Она простая удочка. О-хо-хо! С десяти. Роза ветров. Закрыто по субботам. Так, заходим. Роза ветров, первый этаж. Так. Нет, давай-ка, Лина. Что это у тебя лицо перекосилось? Впервые видишь морского волка, а? Я Лина. Держу лавку на пляже. Так, Лина. Говорить? Когда-то я не знал о другой жизни, кроме морской. Но этот остров полюбила всем сердцем. Хм. Что ж. А купить что у тебя купить? Червяк. Суперчервяк. Гиперчервяк. Так, я не знаю, сколько мне нужно червяков. Поэтому, предположим, двадцать. Суперчервяков. Предположим, тоже двадцать. Гиперчервяк. Ну, предположим, пять. Потому что деньги-то тоже надо экономить. Хм. Открыть. Куда это? Куда это, интересно? Роза ветров. Сесть. Зачем садиться? Тут миленько. Сокровище. Якорь мне в глотку. Ну что ж, пойдем. Так. Рыбное место на пляже. Улучшена удочка и гиперчервяк. Ха. Улучшена удочка, да. Чего нет, того нет. Максимум мне вот это светит. Так, переместиться. Пойдем порыбачим. Так, ты кто такой? Зик. Да, а? Зеливар? Я Зик. Приятный городок, а? Лучше столицы. Во всех смыслах. Любишь кошок? Кошек Зеливар? Смотри мне. Ну, ну, да. Зик. Зик забавный. Непонятно о чем, но забавный. Так, Марта. Тебя я уже видел. Хорошо. Отдыхай тогда. Так, Нова. Тебя я тоже видел. Так, здесь же простой червяк и простая удочка. Давай. В рыбных местах можно рыбачить. Чтобы начать, закинь крючок с наживкой туда, где по воде идет рябь. Когда рыба клюнет, появится восклицательный знак. Угу. Пав на крючок, рыба будет вырываться. Нужно удерживать удочку, чтобы рыба не сорвалась, пока ты ее не вытянешь. Не очень понятно, но... Воу-воу-воу. Так. Тянем, потянем. Там... О. В смысле? Эх, сорвалась. Ладно. Так. Я вижу, рыба там беснуется. О. 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 Так, так, тянем, 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 тянем. Оп. Новый рекорд. Личный рак. Хм. Белое мясо. Вот неплохо. Так, рыба. Я вижу тебя. Подтягиваем. Тихо, тихо, тихо. Нет, когда нагревать... Ах. Как определить, что можно тянуть, а что нельзя тянуть? Пока я над этим работаю. Так, рыба. Ловись. Видимо, нужно смотреть на... Цвет. Так, 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 так. Отпускаем. Тянем, потянем. О. На цвет лески. Угарь. Почти целый фунт. Белое мясо. Ну, давай еще-то. Есть тут еще что-нибудь? Раки, угри. Так. Тянем, тянем. Так, красная. Опять красная. Тихо, 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 тихо. Пока беленько тянем. Тихо, тихо. Отпускаем. Отпускаем. Еще один. О, 2,88. Нифига себе, это угарь здоровенный. Ну, что ж. 18,20. Мне нужно сперва энергию потратить. Переместиться. Давай, рубись. Большая и маленькая. И слизь мне нужна тоже с вас, со всех. Так, там где-то была такая зелененькая травка. Где-то далеко. Надо бы за ней сходить. Так, а сюда? Значок доверия 1. Ну, это... Возможно, меня пропустят, когда я вот квестик-то пройду. Так, какой-то мощный куст. Мелисса. А? Дарксоус не проходит даром. Если я готов. Ой, вот этого я не был готов. Я думал, какой камушек взять. Как говорится, взял, но мне это не помогло. Давай, добывай, добывай, добывай. Определенно нужно улучшать инструменты, потому что... Рублю как... Как страдалец. Так, что это так? Спор. Вот это уже звучит дерзко. Так, медведь. Отлично. Встаньте просто в толпу, и я буду всех вас добить. Просто всех. И грибочки тоже. Так, вот это мощный гриб... Хотя не особо мощный. Так, Мелисса, давай, добывайся. Хорошо. Какие-то... Участки не собраны. Внимание. Закрыто из-за обвала. Чувствую, как обманывают. Базилик. Давай сюда базилика. Много-много камня. 120-120. Это хорошо. Надеюсь, там надо... Именно столько, или то, что там в тысячу. Ну, что, там 800, там типа дерево, 800 камней. Это было бы печально. Так, тебя я убью. Ай. Ну ладно. Можно, я думаю, переместиться домой. Немножечко поспать. Хотя, может, там как-нибудь по барам походить. Но нет. Так, 6 утра. Интересно, сколько занимает зелеваривание? Обеззараживающее зелье. Некуда, но сложное. Гельдаран. Хм. Цветочки. Давай еще цветочек. И вот такой вот. Просто вода. Оп. Сварить зелье. Варим. Тунг. Гельдаран. Создать четыре раза, чтобы открыть что-то там веселое, видимо, создаться. Так. Солнечные капли. Увлажнить любую кожу. Вот еще от липкой кожи. Припухлость. Синяки. Давай. Синяки, например. Или подожди, синяки, что-то толку что делать, да? Сыпь тогда сделаем. Хм. Здесь у меня какая-нибудь такая длинная штука. Хотя можно вот. Две таких. Наверняка вот у меня камушек есть. О. Успокаивающая мазь. Успокаивающая мазь. Создать четыре раза. Так может быть... Может быть и создать? Можно себе позволить. Окей. Давай еще. Так, нет. Вот так вот сварить. Ну, сейчас, сейчас идем. Успокаивающая мазь. Мне просто интересно, что будет, когда я создам еще пару раз. Что откроется. Какое-нибудь мега описание. Ну, всегда можно продать. Заработать на этом денег. Чтобы потом черепов. И еще разочек. Может, он откроет просто быструю готовку какую-нибудь. Сварить зелье. Ну-ка. Добавить рецепт. Что значит добавить рецепт? Рецепт. А, один, два, три. Можно просто вот бахнуть. И один, один, один. Забавно. То есть, можно именно скоростное приготовление сделать. Так, пока у меня есть два часа. Порублю траву. Все равно там мэрия закрыта. А, все время забываю, что вы так и норовите вылезть. Так, грибочек. Цветочек. И дерево. Да, скорее всего, там вряд ли 100 дерева надо. Там надо именно 800 дерева нафармить. Если хочу топор получше. Или хоть что-то получше хочу. Безвкусный древесный сок. Давай. Сюда. Так, время 7.30. Мой топор не знает усталости. Давись. Слизь. Ничего не выпало. Но зато можно перемещаться. И... Переместиться. Город Лунбери. Давай, мэр. Теперь освоився в городе. Теперь ты скажешь, что... Первые дела. Ратуша. О, почтальон. Или кто это такой? Дэв. Привет, иной. Ну, здравствуй. Кто ты такой? Хранилище банка. Не найдется ли у тебя немного времени помочь мне? Хм. Понимаешь, посылки накопились и все нужно упаковать и отправить. Один я не успеваю. Вот и прошу о помощи. Что скажешь? Конечно, помогу. Тоже два часа. Тоже мини-игра. Рад слышать. Видишь, вон там возле входа доску. Вижу. Впиши туда свое имя, если есть желание помочь с посылками. Не переживай. Я заплачу. Хм. Так. Это все замечательно. Сяо. Давай поговорим. Жизнь в маленьком городе не уступает жизни в столичной. Мм. В общем, он поговорил. Так. Ратуша. Удалось пообщаться с жителями? Отлично. Да, удалось. А теперь, почему бы не обсудить самое важное? Что? Плату? Думаю, нет смысла отрицать, что кое-кто по-прежнему не готов принять тебя с распростертыми объятиями. Этому есть объяснение. Хм. Какое же? Ранее на нашем острове кое-что произошло, и виной тому стала оплошность Зельевара. Некоторым областям острова был нанесен такой ущерб, что местные растения просто вымерли. Поэтому мы в Лумберии отказались от Зельеваров, особенно от столичных. И с тех самых пор нашим здоровьем занималась только семья Матео. Все шло прекрасно. Все проблемы решались и без участия Зельеваров. Пока однажды не заболела Ру. Матео перепробовал множество методов, но ни один не сработал. И только тогда я понял, на самом деле есть проблемы, которые мы не можем решить самостоятельно. Возможно, нам не стоило отказываться от всего общего, от сообщества Зельеваров из-за одного человека. Поэтому я обратился за помощью. Я хотел узнать по силам Зельевару вылечить Ру. И все получилось, как я и ожидал. Правда, мои земляки не забыли о трагедии прошлого. Однако, я искренне надеюсь, что их доверие восстановится, когда вы узнаете друг друга получше. Конечно, узнают. Все хорошо. Хочу кое-что тебе передать. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Письмецо в конверте. Или там печать. Это значок доверия. С этим ты сможешь беспрепятственно исследовать новые участки острова и собирать больше ингредиентов. Я прошу прощения. Должно быть, все это кажется тебе странным. Но таковы наши порядки. Твой успех в борьбе с болезнью Ру подтвердил твои навыки Зельевара. Если тебе удастся показать и другие умения, то впоследствии я с радостью улучшу твой значок. Ура! Я очень хочу увидеть, как ты преобразишь наш город. Жду с нетерпением. Ура! Первое знакомство. Получен значок доверия. Первый. Тунг. Твой значок выдается Зельевару, который доказал свое умение. Он открывает новые области на острове, где можно найти нужные ингредиенты. Выдать значок нового уровня может только мэр Лунберри. Чтобы доказать свою состоятельность, нужно пройти экзамен врачебной ассоциации. Она может выдать рекомендательное письмо, необходимое для получения значка нового уровня. О! Так. Так. Мэр. Говорить. Надеюсь, ты полюбишь город так же, как я. Уверен, ты со всеми подружишься и заведешь немало новых знакомых. Так. Добавляй свое отношение ко мне хорошее и... Что ж, замечательно. Сяо, теперь меня все любят. Стоп. Я хотел еще проверить мини-игру. Упаковать предметы на почте. Подработка занимает 2 часа. Так. В эту мини-игру можно сыграть, подрабатывая на почте. Цель игры упаковать как можно больше посылок. Если допустишь ошибку, придется начать заново. Так. 3, 2, 1. Понеслась. Так. Право, вверх, вправо, вверх. Оп, оп, оп. Оп, 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 оп. Оп, 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 оп. Оп, 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 оп. Туда, сюда, туда, туда. И обратно. Туда, 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 туда. 7 из 7. Да я мастер. Ну, достаточно хорошо справился. 7 из 7. 125. Хм. Главные деньги получаю. Главное, деньги. Никогда не знаешь, когда они тебе пригодятся. Значит, вспышки нравятся, когда я с ней играю. Ага, знаешь, собаки виляют хвостом, а кошки мрылыкают. Так, дети. Эй, что с тобой не так? Тебя тут недолюбливают. Я тебя не боюсь. Это мой город. Так что без фокуса в городе Руссо. Ясно. Зельевар? Ну, тоже мне профессия в котле помешивать. Ну, что? Лора. Потому что они довольны. Так, это про кошек все еще говорит. Значит, вспышки... Ага. Так, Лора. Ух ты. Зельевар. Меня зовут Лора. Я живу на ферме с папочкой, мамочкой и моим братом Люком. Я люблю играть с друзьями. Мы с тобой тоже можем дружить. По-моему, хороший план. О, привет. Я ищу Руссо. Поговорим потом. Не похоже, чтобы ты Руссо искала. Ну, поверю тебе. Так, менты. Новое лицо. Я один. Констебли Лунбери. Блин, тут ментов больше, чем людей. У тебя случаем нет угощений из столицы? Можно попробовать. Только не говори моему брату близнецу Дереку. А, вот почему вы такие похожи. Так. Привет. Любишь сладкое? Если знаешь какие-нибудь вкусные рецепты, поделись. Подарить. Подарить, видимо, можно, когда они тебе будут доверять. Пока мне они не доверяют. лаборатория. Нечего исследовать. Открыть. Закрыть. Ну что ж, думаю, на этом эту серию можно и закончить. В принципе, я много чего сделал. Познакомился с городом, поготовил зелье, исцелил ру, получил печать одобрения. Если вам понравилось, поставьте лайк, напишите комментарий, чтобы я знал, что вам нравится. И поскольку это новая игра, то несколько первых дней как бы будет много видео по этой игре. Ну как можно больше. Как минимум по одному в день. И если вам понравится и вы хотите, чтобы видеть больше этих видео, то ставьте лайк. У меня каждый лайк, каждый комментарий на вес золота, поэтому не ленитесь. Не ленитесь. А на этом я прощаюсь. Всем спасибо. Всем пока.